Давайте еще несколько трудных словечек разберем с вами. Что значит трудные словечки? Длинные словечки. Не обязательно. Вот давайте запишем у словечков три чудные. Будьте любезны сразу словосочетание с ними. Может быть во множественном числе. Может быть и в любом количестве. Причудливая цель. Причудливая цель. Согласен. Причудливыми лица. Причудливый милиционер. Причудливый клоун. Это правда. Как? Причудливый клоун. Причудливый с клоун или клоун. Да? Нет, клоун. Причудливый клоун. Причудливый пенсионер. Причудливый пенсионер. Причудливый пенсионер. Причудливый пенсионер. Причудливый отчертания. Правда? Причудливый? Причудливый узор. Кстати, словечко «узор» с тем же корнем зона, о котором мы говорили, правда? Узор, то есть то, что мы можем узреть, увидеть. Причудливый зоопарк. Причудливый – это как бы необычный. Причудливый зоопарк. Значит, почему он «при»? «При» – это такое значительное слово. Заметьте, «причудливого» у нас нет. Нет такого слова, да? А вот «причудливый» есть. Не совсем «чудной», но с какими-то «причудами». Неполнота действия. То есть это по происхождению, конечно, неполнота действия. Запишите где-то, маленькими буквами, да? По происхождению неполнота действия. А слово «чудное» тоже от «причуды»? Слово «чудной», конечно, от «сюда». Ну, точнее, наоборот. «Чудо», «причудо». Мы знаем слово «чудо» с этим же уровнем. «Чудной», «причудный». Вот «чадо» здесь не «причуды». Несмотря на то, что наши «чада» бывают с «причудами». Еще одно словечко. Гадайте сами. Гадайте, ребята. Гадайте лучше. Требовательный. 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 Согласен. Откуда у него такое значение? Он не хочет причинить себя вреда. Как? Он не хочет себе причинить себя вреда. Отлично. Он не хочет себе причинить вреда. Вред вред, помнится, да? Да. Чем отличается «вредный» от «привередного»? Привередный? Вред он хочет сделать другому, как у своего. Ну, как раз и с лишним. Да? Вредный хочет причинить другому вреду. Правда? Правда? А с «привередного» из «привередного» выбирают очень много. Ах. Он не очень привилит. Отлично. Отлично. Почему он так делает? Ему трудно угодить. Ему трудно угодить. Он что хочет? Он не хочет быть в «привереде». Он не хочет быть в «привереде», говорят нам. Возможно. Он хочет, чтоб делали все, а нет. Он, на самом деле, пришел к вам в «привередливый гостец». Вы его угощаете. Это не из этого. Хочешь варить? Нет. Нет, я не хочу варить. Хочу печенье. Хочу печенье. Хочу папилану. А ему предлагаются другие вещи какие-то. А это ведь эгоист. Нет? Не обязательно. Совершенно не обязательно. Он просто очень разборчив. Он, на самом деле, боится причинить «приверед» психику. А «гуман» может быть «привередным»? А «гуман» может быть «привередным»? Да, конечно. Гуман, как правило, «привередливый». Он, как раз, выбирает следу. Правда? Кто? Гурман. Человек очень разборчив в еде. И любит поступать на следу. А «бжора»? Он не обязательно «бжора», кстати. В «бжоре» все равно, что есть в «бжоре». А «гуману» не все равно. А «гуман» выберет «вот это я буду». А вот это нет. Почему он так выбирает? Именно потому, что он боится причинить «вред» своему любимому жалобу. Да, можно выбирать. Конечно. Он поэтому «привередливый», «перекорчивый». Начнем мы знать, что он «плохой». Я бы не сказал «плохой» или «хороший». Правда? Может, это «быездливый» если боится? Это, конечно, оценочное слово. А может быть «быездливый» такая, если он не хочет делать вред, если он боится? Он может быть и «быездливый», он может быть «опасливый». Не случайно здесь тот же самый суффикс, да? Ленивый. Ленивый. Нет, «ленивый» здесь ни при чем. Он как раз не ленивый, если он выбирает. Правда? Вот это «хочу» это иметь. Нужно быть «мужик, Коля, я хочу снова выйти и написать». Хорошо. Попробуйте теперь сами придумать интересные словечки, в которых есть эти приставки. Я не случайно пишу с двух сторон. Зеофейс. Конечно. Может быть, еще приставка. Правда? Определенность. Правда? Так. От вас десять словечек вот таких интересных, сложных, которые вы смогли бы объяснить. Десять штук. А что от вас интересных слов? При ужасных, конечно, тоже подойдет. Согласитесь, это можно придумать ко всему, к чему узнается. Прервый новый, прервый новый. Давайте что-нибудь поинтереснее. Если трудно просто словечко, значит словосочетание. Привращение. Отлично. Попробуй. Давайте десять словечек. Это не так трудно. Приклад. Давай в лужье. Да? Прикладом. Лужье прикладываем. Причудный. Да? Причудный. Причудный. Почему бы или нет, но нет. Все равно непонятно. Причудный. А почему? Что это такое? Он причудный. Нет? У нас нет слова причудный. Увы. Увы. Нет. Вот причудный. Есть. Пристальный. Молодец. Отлично. Пристальный. А можно престол? Можно, конечно. Кто мешает? Можно, конечно. Можно даже престол? Причудный. Праздник, скажем. Да? Пристальный. А если можно, кто? Кто еще что влегнул? И место. Молодец. Пиши. Пристальный. Пристальный. Ты очень странный. Причудный. 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 Присяга. Почему? Присяга. А, присяга. Хорошее слово еще. Придира. При. При. Как ни странно, пока я не увидел, чтобы у вас что-то начиналось с еще одной приставки. Я знаю одно слово. Приставь просто с приставки принято. Беспрестанный. Беспрестанный, заметьте. Потому что он не беспрестанный, у него и нет пристави, правда? А он не перестает. Там еще. Замечательное слово «предложить». Оно нам не подходит. Почему? Нет такого слова «предложение». Есть такое слово «предложение». Но там приставка какая? Пред. Конечно. Значит, давай выделим «пред». Приво. Презрен. Хорошо. Презлоны. Преечу. Следите за значением слова. Что у вас получилось? Возможно, что вы изобретете что-нибудь другое. Неизвестное. Но тогда, пожалуйста, попробуйте это объяснить. А я бы сказал, что «пребойный» это то, как «пребойный». Да? Потому что «пребойный», например. Да. Ну, «пребойный» это важно. «При уменьшиться». «При уменьшиться». То есть чуть-чуть, немножечко уменьшиться. Если вы откроете сломать, то увидите, что есть и сломечко «пребойный» То есть очень уменьшиться. Но, заметите, далеко не ко всем словам подходит и та и другая приставка. Правда? Я думаю, сейчас вы это почувствуете по значению. Так, еще. Так. Стрейданный. Стрейданный. Конечно. Войдет. А почему приставка «пребойный»? Нормальный. Да. Нормальный. Да. Это слово «придать»? Правда? Ну, прекрасно. 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 Давайте еще такое смолечко. Вы мне попробуете объяснить замешание. Прекрасно. Без пристрастий. Вот длинное смолечко. Давайте попробую записать. Без пристрастий. Вот, это ж не просто бесстрастий. Без пристрастий. Он без пристрастий. Без азарта. Что это значит? Без азарта. Без азарта? Нет, не совсем. Объектив. Конечно. Раз, пристав. Два. Корень, конечно, страсти. Соффикс «н» — это нормально. У нас есть слово «пристрастный». Давайте так. «Пристрастный учитель». Это значит, что к кому-нибудь он относится с пристрастием. Не со страстью, конечно. Он кого-то недолюбит, допустим. Он пристрастный. Допустим, представили секундочку, что я пристрастный учитель. А кого вы недолюбит? Его. 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 Где жертва? Его. 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 Я буду к тебе, значит, придираться все время. Ура. Да? Учитывать твой малейший расчет. Я буду к тебе относиться с пристрастием. То есть пристрастие — это какая-то нехорошая страсть. Правда? Нет. Это не злого, конечно. Это не злого. Это некая нехорошая страсть. А, соответственно, беспристрастный — это значит, ко всем относятся ровно, объективно. Это не важно, равнодушно или нет. Ко всем одинаково. Да? Ко всем одинаково. ко всем относятся без гнева и пристрастия. Сины Ира — это студио. Без пристрастия. Большое путешествие мы сейчас совершили, смотря по истории различных словечек. Поэтому, когда вам попадется словечко с приставкой «пре» или «при», здесь у вас подумайте, что оно может значить. Что значит слово «целиком»? Что значит там приставка? Поставка. Поставка.